Всем привет! Я тут немножко почитала комментарии. Оказывается, вы недовольны, что на моем канале слишком много фастфуда и хочется больше домашней еды. Я немножко полистала и обнаружила, что давненько у нас с вами не было селедки под шубой и почему бы сегодня ее не приготовить и плюс процесс не показать вам. Для приготовления селедки под шубой нам понадобятся следующие ингредиенты. Селедка, вареные яйца, вареная морковь, отварная свекла и картошка и майонез. Вообще в селедке под шубой очень важно выбрать хорошую селедку. Ее я не покупаю где попало. Кстати, продукты я заказала в Перекрестке. Причем доставкой на дом. Если вы давно меня смотрите, то вы наверняка в курсе, что я все заказываю на дом. Одежду, аксессуары, книги. И это реально очень удобно. В Перекрестке вы получите свой заказ всего за 60 минут и там 35 тысяч наименований товаров. А самое главное, там цены и акции такие же, как и в магазине. Не знаю, как вам, но мне лично неудобно идти с огромными пакетами из магазина. И параллельно всегда я встречаю своих подписчиков, которые просят сфоткаться. И я вот в таком виде стою и не знаю, что мне делать. Особенно это актуально, если у вас маленькие дети. И именно для моих подписчиков мы подготовили промокод, с помощью которого вы получите скидку аж 400 рублей на заказ от 1800. Мой промокод Айка400. Скидка действует на первый заказ для новых клиентов. Это просто шикарная возможность попробовать для себя новые комфорты и плюс еще сэкономить. Ссылку на скачивание приложения я обязательно оставлю под видео. Переходите, скачивайте, заказывайте. Не забывайте использовать мой промокод. Я просто уверена, что вы останетесь довольны. Все наши предварительно отваренные ингредиенты мы натираем на крупной терке. Селедку нарезаем квадратиками. А затем укладываем в салат слоями, как вы видите на видео. Оставляем нашу селедку пропитаться до утра. Пока я готовила селедку, мама здесь еще приготовила нам вкусняшку. Это грибы со сливками. И немного грудки. Я маме сказала, что это будет слишком много для мукбанка. Мама говорит, что только селедка мало. В кадре будет некрасиво. Ну, селедка получилась. То, что надо. Сейчас попробуем. Вкусно. Майонез такой вкусный. Я в текле салаты много майонеза не кладу. Иногда в ресторанах, там в кафе замечаю, что очень много майонеза кладут. Мне прям невкусно. Я люблю, когда все ингредиенты чувствуются, а не один майонез. Вообще, я большая фанатка майонеза и сливок. Все, что все окунают в кетчуп, я обязательно окунаю в майонез. Мама всегда спрашивает у меня, говорит, как можно макароны кушать с майонезом. Я говорю, вот так. Я всегда ненавидела лук. Только-только начала его кушать. В детстве я вообще не кушала лук. Постоянно спорила с мамой, потому что мама клала этот лук. А я просила его не класть. И вот у нас всегда в магазинах продавали кетчупы. С мелкими вкраплениями болгарского перца или чеснока. Мне почему-то казалось, что это лук. Я специально не кушала кетчуп. Это когда я была подростком. Но сейчас в магазинах такой ассортимент разных кетчупов. И острые. И с всякими вкраплениями. И однородные. После этого у меня травма. Вчера мы в первый раз с Перваной пошли в спортзал. Ну, как в первый. Я ходила днем. А днем там никого обычно не было. Но Первана не может днем. Так как ребенка надо с кем-то оставить. Муж должен прийти с работы. И поэтому мы записались в 8. Мы записаны в 8. Но можем прийти в любое удобное для нас время. То есть там два вида абонемента. Либо до 4 ты приходишь и платишь намного меньше. Потому что все хотят вечером. И вечером много народу. Поэтому вечером дороже абонемент стоит. Ну, если ты покупаешь абонемент на вечер. Ну, если ты покупаешь абонемент на вечер. То ты можешь приходить в любое удобное для тебя время. Мне так понравилась атмосфера вечером. Там много людей. Все тренируются. Могу отметить двух девушек. Там. С просто офигенной фигурой. Я сначала подумала, что одна из них тренер. Даже подошла спросить. Сколько будут стоить индивидуальные тренировки. Она сказала, что я не тренер. Вот, кстати. У нее прям все тело мышцы. И вот мне часто в комментариях писали, что без питания. Ты никогда в жизни не сделаешь нормальную фигуру. И так далее. Обязательно нужно придерживаться питания. Я вот у этой девушки спросила. Я говорю, ты придерживаешься питания? И она сказала, нет. Я ем все, что я хочу. Просто тренируйся. Она посмотрела на меня. И такая говорит, вам для начала нужно похудеть. Похудеть. Килограмм на 4. А затем уже набирать мышечную массу. Я просто склонна ей верить, потому что она выглядела просто шикарно. Мне кажется, она спокойно могла бы где-то работать тренером. А тренер в этом же сале выглядел гораздо хуже нее. Еще одна девушка там есть. Тоже с офигенной фигурой. И вот когда я на фоне вижу этих девушек, мне хочется заниматься. Например, я хотела побегать на дорожке 15 минут, но я решила это сделать полчаса. То есть это очень мотивирует. Поэтому хорошо идти, когда есть еще кто-то, кроме вас. Каждая себе там занимается. Я лично для себя необходимости в тренере абсолютно не вижу. Просто единственное, что мы сделали, так скажем, неправильно, мы пошли слишком поздно. Мы пошли в 8, а в 10 уже закрывается. Даже без 20-10 уже сало закрывается. А нам нужно позаниматься, еще искупаться, привести себя в порядок, высушить голову. Поэтому времени было очень мало. Но мы договорились сперва. Что уже в субботу, мы уже пораньше пойдем. Вот эта девушка делала упражнения на руки. И у нее тоже чередуются. Там получается один день она делает на ноги упражнения, а другой день на руки. И вот когда она делала упражнения на руки, прям видно мышцы. Мышцы живота, мышцы ног, на руках мышцы. Но мне кажется, если она продолжит так заниматься, она может перекачать себя. Но она сказала самое главное, что сделала Айка вывод. Она сказала, что... Она не придерживалась правильного питания и добилась такой фигуры. Значит, что? Значит, никаких диет. Мне нужно высушиться. Похудеть на 3 кг. Может, на 4 кг. Но похудеть для меня это не проблема. У меня вообще в этом плане сила воли есть. Один раз в день буду снимать мукбанг. Потом где-то в 3 покушаю. И все, вечером ничего есть не буду. И сразу похудею. Для меня это не проблема. Просто когда я худею, у меня нос кажется просто огромным. Когда исчезают щеки. И первое, что у меня худеет, всегда лицо. Я однажды слышала фразу, что женщины одеваются для женщин. И вот здесь я с вами соглашусь. Вот я увидела эту девушку. Она такая красивая. Я думаю, блин, я тоже хочу быть такой же красивой, как и она. То есть, когда я вижу красивых девушек, это меня мотивирует. И я не могу сказать, что я одеваюсь чисто, например, для какого-то мужчины. Или чтобы просто привлекать мужчин. Мне кажется, мужчины очень часто даже не замечают какие-то аксессуары, которые мы носим. Новые сережки, новый маникюр. Они абсолютно это не замечают. Мы это делаем чисто для себя и для других женщин. Но, по крайней мере, у меня так всегда получается. На этом все, мои хорошие. Я поела, наелась. Что-то сегодня в меня не лезет. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ссылку я вам обязательно оставлю на доставку продуктов из Перекрестка. Если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться и не упростить себе жизнь. И плюс получить скидку по моему промокоду. Обязательно пользуйтесь. Не благодарите. Ссылка на скачивание приложения будет в описании под видео. Всем пока!